В начале января дворник Бахром Хурамов, как обычно, убирался во дворе одного из домов в Южном Бутово. В какой-то момент к нему подошли несколько школьников. Мальчиком было по 11-12 лет. Дальше произошел конфликт, в итоге которого один из ребят получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Казалось бы, обычное бытовое преступление, да и дворника уже задержали. Вот только в общественную палату начали поступать письма от местных жителей в поддержку Хурамова. Вроде бы и он неплохой человек, и ребятишки не совсем безобидные. Чтобы разобраться, что к чему и кто виноват в данной ситуации, на место событий выехал член общественной палаты Анатолий Кучерена. Сейчас мы как раз и все будем скрупулезно выяснять для того, чтобы объективно разобраться во всем. К зданию ВД Южная Бутово, где проходила встреча общественника с представителями полиции и прокуратуры, пришли жители злополучного дома, во дворе которого все и случилось. Глава инициативной группы Эдика Лялина рассказала, почему они защищают Хурамова. Мы знаем его несколько лет, мы знаем его жену, мы знаем, что эти люди всегда помогали и нам, и детям, которые, в общем-то, просили о помощи. Всегда коляски подносили, машины парковали, сумки носили. Ну, реально, мы отдаем свои голоса за этих людей. Люди ключи доверяли, чтобы там собаку выгодить, ребенка довезти до школы. Совсем по-другому бутовчане говорили о ребятах. Подбежали ко мне, попросили вызвать полицию, потому что их другу сломали челюсть. Когда они начали говорить, что они играли в снежки, я этих ребят просто вижу, знаю. Я понимаю, что там не просто игра в снежке была, и они просто случайно они у него попали. Я вызвала полицию. Мальчишки в 11 лет ругаются матом, курят, терроризируют весь район. И вот у меня, я могу сказать, я специально привезла сегодня для, собственно говоря, Анатолия Кучерена, для начальника управления внутренних дел. Я сняла с компьютера видео, где вчера нашли вот этот вот мальчик и сбивает другого ребенка у нас во дворе. Судя по всему, это зимой. Позже на встрече в ОВД представители полиции заверили, что о скандальном ролике знают и виновных собираются наказать. И родители, и дети по данному факту будут привлечены к ответственности, конечно. Родители по нашей 5.35 за неуполнение, ненадлежащие выполнение родительских обязанностей. Дети, естественно, за свои поступки, за неисление телесных повреждений. Этому несовершеннолетнюю. Что касается дела Хурамова, то его обстоятельства будут выясняться. Не исключено, что до суда гражданин Узбекистана отпустят из-под стражи. Нет желания, во что бы это ни стало, держать Вайрома в изоляторе. Я думаю, что если сейчас, в ближайшие дни, удастся оперативно быстро собрать информацию, можно ставить вопрос, в том числе и об изменении меры пресечения. Позже, в этот же день, вечером стало известно о том, что с соответствующим ходатайством об изменении меры пресечения выступили представители МВД. Общественная палата, со своей стороны, продолжает держать ситуацию на контроле. Независимо от того, какое положение в обществе занимает гражданин. Он простой дворник, либо он министр. Не имеет значения. Люди хотят сегодня справедливости.